Эта программа «Здесь и сейчас» в студии Екатерина Старикова. Здравствуйте! Во Владимирской области проживает около 122 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Порядка 5000 из них – это дети. Как родителям ребенка с ОВЗ не потерять свое «я» в череде бесконечных реабилитаций, узнаем здесь и сейчас. В нашей студии председатель правления общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Владимирские дети-ангелы» Ирина Долганова. Ирина, добрый вечер! Добрый вечер! Рада видеть вас у нас в студии снова. Спасибо за приглашение. Спасибо, что пришли. Напомню нашим зрителям, что работаем мы в прямом эфире. Телефон студии 324322, код города 4922. Звоните, задавайте интересующие вас вопросы. Ирина, на днях было два праздника, с которыми лично вас можно поздравить. Я с удовольствием это сделаю. 3 декабря был Международный день инвалида, а 5 декабря был День добровольца. Да, спасибо. Добровольцы это вообще люди, да, вне границ профессиональных, гендерных, это люди светлой душой, которые помогают ближним своим, невзирая на какие-то свои личные проблемы. Вот вы такой человек. Как давно вы решили осознанно стать добровольцем, влиться в эту сферу, и что вас натолкнуло? Я бы хотела сначала поздравить всех наших телезрителей с праздниками, которые вы озвучили. Но для меня, например, эти праздники все-таки не праздники, которые отмечают прям широко, а это те дни, которые отмечены в международном календаре для привлечения внимания к таким людям, как инвалиды и как волонтеры, например. И я, да, являюсь давно волонтером, еще до рождения своего ребенка, который родился с ограниченными возможностями здоровья. И, собственно, по причине рождения такого ребенка в моей семье я стала еще активнее. Поэтому мы вот с тремя другими мамами, с двумя другими мамами втроем организовали такую нашу организацию, тавтология немножко получается, и стали заниматься таким благим делом. Общественная организация «Владимирские дети-ангелы» существует уже очень много лет. Сколько? В феврале нам будет 8 лет. Мы официально зарегистрировались, да, в феврале, 17 февраля 2014 года. Но два года до этого мы существовали как волонтерская инициатива. То есть, в принципе, мы занимались уже все той же деятельностью, которой и сейчас занимаемся. Сейчас, конечно, гораздо больше всего стало, но уже, в общем-то, мы были вместе, уже был какой-то костяк, и мы уже двигались в этом направлении. Но расскажите нашим зрителям, какую помощь вы оказываете и кому? «Владимирские дети-ангелы» – это организация, которая занимается, прежде всего, социальной благотворительностью. Мы помогаем, прежде всего, в оплате лечения, то есть мы ведем благотворительные сборы для детей с неврологическими заболеваниями, исключительно из Владимирской области. Я все время это прям четко выделяю и считаю, что нужно помогать тем, кто рядом, потому что сейчас, конечно, очень много благотворительных фондов, которые работают по всей России. Мы работаем здесь, в нашем регионе. Плюс второе направление – это организация различных досуговых мероприятий. То есть мы проводим практически на регулярной основе различные праздники и какие-то другие акции, которые помогают и морально, и, наверное, как-то духовно, и всячески нашим детям и вообще семьям с особенными детьми. У нас во время эфира на экране будет появляться плашка с контактами. Возможно, кто-то захочет к вам присоединиться в качестве волонтера. Может быть, благотворительные какие-то организации или просто частные лица, которые готовы пожертвовать, тоже захотят на благое дело перевести средства. То есть наши зрители будут видеть контакт и, пожалуйста, могут обращаться и помогать. Спасибо. Ну, каждый благотворительный сбор, просто достаточно часто по работе общаюсь с волонтерами, с добровольцами, каждый благотворительный сбор – это стресс. Сейчас закроешь, не закроешь, в какие сроки закроешь, а ребенок ждет, а ребенок болен, ему нужна срочная реабилитация, как правило. Вот для вас за все эти годы как-то трансформировалось отношение к сборам денежным? Или стали спокойнее воспринимать, или нет? Или каждый раз все равно переживаете? Переживаемо, безусловно, каждый раз, но сейчас просто мы немножечко по-другому уже ведем эти сборы. То есть, если раньше, во-первых, нас было намного меньше в плане членов организации и меньше детей вокруг нас. Когда детей стало гораздо больше и действительно присоединилась уже вся область, то мы разработали некоторые критерии, по которым мы принимаем заявки от родителей, пакет документов, формируем очередь. К сожалению, наши ресурсы очень ограничены, и мы в год можем закрыть где-то от 10 до 15 сборов. Также есть ограничения по сумме. Это в районе 200 тысяч рублей, но это средняя реабилитация, к сожалению, так дорого для ребенка с ДЦП. Ну и с другими неврологическими заболеваниями, но больше превалируют, конечно, дети с ДЦП. У нас еще такого не было, чтобы мы не закрыли сбор. Единственное, что иногда сложно предсказать, сколько он будет закрываться. Но мы уже такую некую статистику внутреннюю подводили, что если раньше мы один сбор могли закрывать до полугода, то сейчас мы большие молодцы, и у нас получается это делать где-то в районе двух месяцев. То есть, соответственно, мы можем помочь большему количеству детей, но это все благодаря тому, что нас уже знают и охотнее и больше помогают. Потому что наша задача-то, в принципе, только объявить, ну и различными способами привлечь внимание. А помогают же люди, простые граждане. Потому что за эти годы уже и репутация сложилась. Конечно. Расскажите о ваших единомышленниках. Сколько вас? Как вы взаимодействуете? У нас достаточное количество единомышленников уже, наших партнеров. Я предпочитаю их называть вообще нашими друзьями. Потому что это действительно люди, которые также в своей душе прониклись, откликнулись. Помогают бизнесмены наши, владимирские. Насколько их можно называть, насколько это не будет считаться рекламой в эфире, не знаю. Но, в принципе, наши все партнеры, они представлены на нашем сайте. Мы всегда пишем благодарственные посты в наших соцсетях. Кроме этого, сейчас стали очень активны наши мамы особенные. То есть мы даже внутри организации проводим различные благотворительные розыгрыши, лотереи. И мамы тоже таким образом вносят свою лепту. И есть у нас единомышленники и за пределами области. Это люди, которые постоянно участвуют в каких-то акциях. И как раз радует то, что это люди, которым не просто один раз как-то откликнулось в душе, они выбирают для себя идти с нами постоянно. То есть это такая системная умная благотворительность, как я ее называю, что они остаются с нами, отслеживают судьбу конкретных детей, отслеживают деятельность нашей организации и помогают на постоянной основе. И даже иногда предлагают какие-то идеи совместные, приглашают нас. То есть помощь же не только бывает материальная, но и организовать какие-то мероприятия, куда они приглашают и детей, и мам. Какие же мероприятия вы уже организовали? Мероприятий постоянно очень много. И нас постоянно куда-то приглашают. Это и кафе на различные мастер-классы, что касается детей. Это и праздники, это и какие-то, допустим, мероприятия, организованные не то, что непосредственно для наших детей, а, например, для других детей, но приглашают в том числе и наших детей. То есть такая небольшая инклюзия получается. Что касается мам, то мы сейчас стали региональным оператором проекта «Про нее», который проходит под эгидой Общероссийского народного фронта. Проекту недавно, в День матери, исполнился один год. Мы присоединились к нему в августе. И это проект исключительно для мам особенных детей. Или, правильнее даже сказать, для мам, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Потому что не всегда ребеночек имеет статус инвалида. И мы очень активно в него включились, потому что для мам это, безусловно, очень важно. Это перезагрузка, это отвлечение от будничных проблем, от бесконечной борьбы за здоровье и за состояние своего ребенка. И мамы, естественно, очень устают. Требуется им подпитка и моральная поддержка. И нас уже приглашали и на различные мастер-классы по визажу, макияжу. И планируется парфюмерный мастер-класс по завязыванию платков, по ароматерапии. У нас буквально в минувшие выходные прошел мастер-класс. Уже столько всего было, что даже и не вспомнишь. Я только занимаюсь организацией, поиском партнеров. Но очень радостно, что вот так откликнулись. И наш регион был отмечен уже среди 16 лучших регионов из 37, которые сейчас входят в этот проект про нее. Поэтому мы были бы очень рады, если еще у нас появятся новые единомышленники, которые захотят порадовать мам, особенных детишек. Ну, я вот сейчас подумала о том, что должна быть некая реабилитация, естественно, для детей с диагнозом. Ну, а это, по сути, реабилитация для мам. Да, она тоже не менее важна, потому что, как бы банально ни звучало, счастлива мама, счастлив ребенок. Потому что, в основном, конечно, все на плечи мам ложится. Папы в основном зарабатывают деньги и меньше времени проводят с детишками. А мамам обязательно нужна эта моральная реабилитация. Ну, тем не менее, и папам посвященные проекты вы тоже организовываете. Осенью прошла потрясающая фотовыставка, которая вызывает массу эмоций, вызывала у зрителей. У нас есть об этом небольшой сюжет. Давайте посмотрим. И папа любит Ерю. Два больших друга, два самых близких человека. Илья Осовитный, папа особенного ребенка. Ну, восприняли это, как, ну, что же делать-то? Будем любить и будем воспитывать его, как всех наших ребят. У Осовитных пятеро детей. Еремей самый младший. Ему шесть лет. Мальчик не говорит и не ходит. Дети, как они отреагировали? И отрицания не было абсолютно ни у кого. То есть, наоборот, где-то мне помочь, где-то с ним посидеть, чтобы мама вышла на улицу, в социум. То есть, ну, поддержка. Особенные дети растут и у Лыковых. В их семье два приемных ребенка – Алексей и Иван. Это солнечные дети. Усыновлять особенных мальчиков сначала не планировали, но устоять перед этой улыбкой не смогли. Именно такие трогательные, живые моменты и ловил Константин Захаров, фотограф проекта. За то время, пока мы снимали, получилось у меня порядка, наверное, 600 кадров. Из них на выставке будет 22. То есть, по два кадра на семью. Всего 11 семей. И всего 22 кадра. Проект «Отцы и дети» – это серия портретов. На них крупным планом папы особенных детей. Все они воспитывают малышей, у которых есть проблемы со здоровьем. Фотографии. Действительно, просто буршки бегут по коже. Насколько они теплые. Как переданы взаимоотношения между папой и ребеночком. Поэтому это очень важно и очень значимо. Ну что ж, мы вспомнили, как проходила выставка, кто был ее героями. А в чем ценность подобных проектов? Я бы даже сказала, мощность. Да, мы считаем, что вот конкретно эта фотовыставка, она такая немножко даже вызывающая. В плане того, что мы поставили такую амбициозную высокую цель перед собой – показать, что не все папы уходят из семьи. А такой стереотип в обществе, к сожалению, существует. И иногда их даже поддерживают. Ну не то, что даже поддерживают, а оправдывают. Да, что, ну конечно, там больной ребенок, это все тяжело, он не выдержит. Но мы общаемся с большим количеством семей, с особенными детьми. И видим, что папы наравне с мамами, а иногда даже и больше, участвуют в воспитании своих детей. И мы хотели немножко сломать этот стереотип. Не знаю уж удалось нам или нет, но мы очень старались, очень тщательно к этой выставке готовились. У нас от момента возникновения идеи, и вот до открытия выставки прошло порядка двух лет. Потому что менялась концепция, и никак не могли мы отобрать семьи, потому что кто-то стеснялся, кто-то не хотел публичности показывать, что вот у него больной ребенок. И даже не то, что из-за стеснения именно, да, и непринятия этого ребенка, а просто считали, что это норма жизни. И мы, собственно, и хотели это доказать, что папа – это такой же абсолютно родитель, собственно, и по законодательству у нас так это предусмотрено, который должен воспитывать, заботиться о своем ребенке. И вот как раз наоборот, не нормой является то, когда папа покидает семью и не участвует в воспитании своего ребенка. Неважно, особенного или обычного норматипичного ребенка. Поэтому мы очень рады, что эта выставка такой отклик нашла среди наших горожан. Сначала она два месяца была вот в павильоне «Небо 33», и сейчас она еще продолжает работать. Она располагается до Нового года на «Мир 51» в библиотеке для детей и молодежи. Поэтому, кто еще не видел, приглашаем, обязательно посетите, потому что те эмоции, которые возникают перед фотографией, невозможно о них просто рассказать. Это нужно посмотреть в глаза детей, пап, и почувствовать ту теплоту и ту любовь, которая в них заложена. Я думаю, вам удалось все негативные стереотипы разрушить и сломать. Мы хотели замотивировать в том числе и, наверное, тех пап, которые, может быть, в сомнениях или в раздумьях, чтобы они приняли правильное решение остаться в семье в том числе. А вот тот опыт, который передают и члены вашей организации, и те люди, которым вы помогаете, то есть вы все равно находитесь в некой общности, у которых есть дети со схожим диагнозом. Вот эта помощь, она больше моральная или все-таки и практическая? Люди могут друг другу посоветовать, как быть в той или иной ситуации, вот именно алгоритм пошагово? Я считаю, что и то, и другое, потому что, конечно, моральную поддержку мамы, особенного ребенка, вот такую прям настоящую моральную поддержку и помощь, может получить только среди похожего, схожего сообщества, потому что ее никто другой вот прям так не сможет понять, как нужно. Плюс, конечно же, практический опыт обязательно, потому что не всегда и врачи предлагают какие-то реабилитационные центры, куда поехать, в каком направлении двигаться с тем или иным диагнозом, особенно если это какой-то очень редкий диагноз или какая-то генетика, или когда еще диагноз не до конца установлен. То есть как раз мамы могут подсказать, какие обследования, какие исследования пройти, какие анализы, где они сдавали, опять же, просто даже такие практические моменты, где это дешевле, почему, например, где-то это просто удобнее, или еще, то есть где-то это ближе. И эти вопросы все задаются действительно в наших чатах, и я в свое время, когда только столкнулась с особым детством, точно так же получила массу информации, гораздо больше информации именно на каких-то специализированных форумах и в группах в соцсетях. И когда я приходила к врачам и говорила, что нам необходимо проверить вот это и вот это, и такие-то обследования нам нужны, мне все говорили, кто вам такие назначения сделал. И я говорила, что вот я хочу убедиться, либо исключить, либо подтвердить, потому что вот я начиталась, так скажем. Но это именно такая полезная информация, которая обязательно нужна в самом начале, потому что когда мама только сталкивается с этим, она вообще не знает, куда ей бежать и что ей делать. И ей надо и в себя прийти немножко. И такую вот моральную поддержку она может получить только там. И именно для этой цели мы записывали серию видеороликов. Наш проект называется «Никогда не говори никогда». Это проект о мамах для мам. Как раз история семей, которые уже немножко пережили вот эту стадию принятия, как себя вести, как жить дальше и быть счастливым в предложенных жизнеобстоятельствах, так скажем. И эти сюжеты тоже были очень востребованы, и мамы благодарили. Причем мы этих мам брали также из нашего сообщества, проводили голосование среди мам, кого бы они хотели именно послушать, кого видеть. И именно с ними мы записывали эти вот 18 сюжетов. Они буквально там по 10-15 минут, но очень получился у нас достойный тоже проект. Если говорить о стадиях принятия, если их можно так назвать, кто-то из родителей узнает еще пока ребенок в утробе, да, что у него есть некий диагноз, кто-то при рождении малыша, ну а у кого-то, к сожалению, так случается, бывают и несчастные случаи, и аварии, инвалидность у ребенка может возникнуть уже там на каком-то году жизни. Совершенно верно. То есть вот как с этим жить на первоначальном этапе? Или это только время лечит? Здесь, безусловно, нужно время. И каждый человек в силу своей психологии и психики должен все равно пройти все эти этапы. Как говорят в любом горе, есть несколько этапов, да, и отрицание, и гнев. И только потом, наверное, приходит это принятие. У кого-то это занимает чуть дольше, но вот опять же из опыта, и когда мы записывали эти ролики, всегда звучало как некая граница возраст трех лет. То есть до трех лет очень многие вот в вечной гонке, в вечных мыслях, как, куда, почему вопросы возникают, за что мне, и вот это все нужно просто пережить. И очень хорошо, если мама сразу находит вот какие-то такие сообщества, где она может задать все эти вопросы, услышать опыт других, и у нее, возможно, это произойдет быстрее. Но здесь только время. Все равно наша психика так устроена, что нужно, чтобы вот эти все этапы человек прошел сам и принял. Допустим, мама уже принимает ситуацию, но как вкладывать в ребенка, да, эти принципы? Он же, если сохранный интеллект у ребенка, то ему тоже нужно осознавать себя в обществе. Что здесь вы посоветуете? Чтобы ребенок осознавал свою особенность, или чтобы он чувствовал себя таким же, как все? Наверное, здесь однозначного ответа нет. И, по моему мнению, тоже все нужно рассматривать ситуативно и индивидуально. Потому что, ну, все равно все идет из семьи, да, как мы говорим. То есть это именно то, как, в каком русле начнут воспитывать ребенка. Конечно, если ребенок с охранным интеллектом, он все равно будет понимать, что он особенный, что он отличается от других. Но можно же ему внушить или донести до него, что эта особенность может быть его изюминкой. Или приводить ему мотивирующие какие-то примеры, сколько у нас есть людей с какими-то, ну, не ограниченными возможностями, а с особенными потребностями, скажем так, которые добились очень больших успехов в той же, там, паралимпиаде, да, в спорте или в каких-то других моментах. Поэтому здесь нужно его максимально социализировать, наверное, это мое сугубо личное мнение, и по максимуму окружить его теми людьми, кто будет его принимать таким, какой он есть, и чтобы его поддерживали во всех ситуациях жизненных и помогали в том числе. От помощи, на самом деле, не нужно отказываться, и ее нужно просить, если она действительно нужна. Главное, не замыкаться в себе ни родителям, ни детям. Ирина, вы мама работающая. Да. Верно? То есть это, по сути, для вас тоже некий этап, да, немножко оторваться от ребенка. Вот насколько это важно, чтобы женщина, мама не потеряла свое «я», не думала только о круглосуточных реабилитациях, массажах, занятиях, развивашках и так далее. Вот какие есть еще методы, помимо того, чтобы сходить на работу? Ну, вот на это как раз направлен наш проект «Про нее», который, собственно, имеет основную целью помогать мамам вырываться. Но здесь, конечно, есть такое, что мама должна захотеть еще вырваться и выйти из своего такого кокона и депрессивного состояния. Мы тоже это видим и чувствуем, что такие мамы есть, к сожалению, пока тяжеловато. И я очень радуюсь, когда на наши мероприятия, на наши акции приходят те мамы, которые еще, например, ни разу не были на каких-то других предыдущих мероприятиях. Потому что хочется охватить больше мам, чтобы не одни и те же все-таки участвовали. Хотя те, кто вот они позадорнее, что ли, у кого больше открытости миру, они всегда за. Да, впереди планеты всей. Я хочу, я приду, я буду. И предлагают тоже что-то организовать. То есть от них тоже какие-то предложения идут. Но иногда мамам, конечно, практически, они бы, может быть, и хотели, но практически тяжело это осуществить, потому что просто не с кем оставить ребенка. И мы это, конечно, тоже понимаем. Ну, пока у нас сложно, например, даже с нянями, которые бы могли, с социальными, да, которые могли бы где-то подстраховать. Но мамы тоже не всегда готовы отпускать. Это тоже присутствует, да, что вот кроме меня лекарства никто не сможет дать. Ни бабушка, ни папа, только я. И таким образом сами себя же тоже вот и ограничивают. Это очень сложно, конечно, отпустить. И мы всех понимаем. Но здесь, наверное, работа с психологом может помочь. Вот вы сказали, что есть сложности с нянями. Я знаю, что есть еще сложности с так называемыми тьюторами. То есть это сопровождающие детей во время учебного процесса, особенных детей. Что у нас вообще с инклюзией в городе, в образовательной сфере? Мое сугубо личное мнение, может быть, кому-то это не очень понравится, если я скажу, у нас инклюзии нет. Это больше иллюзия. Да, предпринимается очень много шагов, очень много даже на законодательном уровне меняется. Но есть такие моменты, когда федеральное законодательство на нашем региональном уровне просто не исполняется. Что касается образования, это тьюторы, отсутствие тьюторов. Потому что есть много вакансий, мы общались с управлением образования, они не закрыты. Ну, по каким вопросам, тоже не очень понятно. В итоге страдают все равно дети. Конечно, если говорить о плюсах, то в последнее время появились, например, ресурсные классы для детей с аутизмом. Но, опять же, там очень много вопросов, насколько я знаю. Их недостаточно, этих классов. И групп в детских садах также недостаточно. Что касается, например, детей, которые могут передвигаться и посещать школу, все равно, так или иначе, либо со временем, либо под натиском и давлением этих детей отправляют на надомное обучение, то есть лишая их социализации и посещения школы физически. Плюс не всегда есть пандусы в школах. У нас только пять школ в городе оборудованы пандусами и специальными подъемниками. Но, естественно, из одного конца в другой города, ну, это нет возможности детей возить. И, конечно же, если у нас классы в обычных школах переполнены, ну, куда туда еще особенного ребенка, это, естественно, и нагрузка на учителей прибавится. И учителей тоже, в общем-то, не обучали, да, специально как-то вот, ну, вернее, какие-то курсы, наверное, были. Но чтобы вот прям в полной мере погрузиться, как общаться с тем или иным особенным ребенком, ведь они же все очень разные, потому что диагнозы разные. И тут столько вопросов, столько проблем, что вот, к сожалению, пока никуда это не сдвигается. Что касается, например, каких-то льгот и прав в здравоохранении, то не так давно был подписан, например, уже официально на федеральном уровне закон о внеочередном приеме детей с особенностями детей-инвалидов, как они в законе, да, числятся, вне очереди к врачу. Но на местах у нас это не работает все равно. То есть еще не разработан механизм, то есть до конкретных поликлиник, до конкретных там отделений врачей эти сведения не доведены. Мы пытаемся с этим бороться, писать какие-то письма, но все это время, то есть пока мы получим ответ, пока что-то будет изменено. И вот это вот очень, конечно, угнетает, потому что у мам-то и так сил нету бороться, а получается кругом борьба. То есть иногда даже до судов доходит, что касается особенно вот лекарственного обеспечения, с этим огромные проблемы. И когда даже уже решения суда бывают, не исполняются, ну тут просто уже можно опустить руки, и ты понимаешь, как несовершенен наш мир, и как все несправедливо. И, конечно, тут вообще не мудренов впасть в депрессию, даже если ты не мама особенного ребенка. Я предлагаю поговорить немного об инклюзии в вузах. Я понимаю, что, конечно, без звена школа, звено вуз уже невозможно, по сути, но, тем не менее, есть разные виды инвалидности, нозологии, как их еще называют. И вот как раз в ЛГУ делается достаточно многое, чтобы эти ребята учились, адаптировались, чувствовали себя наравне с другими студентами. Тем более, именно в ЛГУшной ученые изобрели новое устройство, которое поможет людям с ДЦП. Давайте посмотрим об этом наш сюжет. Да, интересно. Пока джойстик в разобранном состоянии, можно рассмотреть все детали. Многие из них уникальны и созданы на 3D-принтере в лаборатории университета. Основные именно наука — это сам механизм, основа, платформа, оба. Автор идеи — Максим Зимин. В прошлом студент и аспирант этого вуза. Сейчас инженер Центра инклюзивного образования в ЛГУ. Максим сам имеет инвалидность. На разработку такого устройства молодой человек потратил полтора года. К модели также прилагается отдельное программное обеспечение. Благодаря ему можно выбирать силу и скорость передвижения курсора. Для людей с ДЦП, у которых часто бывают спазмы в руках, это настоящее спасение, говорит соавтор проекта Дарья Лешина. Более удобный захват, чем у мыши. Можно контролировать движение джойстика, регулировать его. Также на нем расположение кнопок, которые более удобны именно для моего восприятия. В будущем авторы проекта планируют делать модели джойстиков по индивидуальным параметрам. Своё изобретение учёные будут дорабатывать ещё около года. Мы хотим сделать на него патент, мы также хотим его более усовершенствовать, прикрепить к нему кнопки, педали. То есть у кого-то может не работать рука, ему будет удобнее управлять ногой. Сейчас в ЛГУ более 150 студентов с инвалидностью. На кафедре психологии создан инклюзивный волонтёрский отряд КРОТ. Его участники берут шефство над слабовидящими однокурсниками, чтобы они быстрее адаптировались. Мы обеспечиваем им помощь в образовании, добираться до корпусов, но это в основном первый год. Дальше они дорогу запоминают. Также, если нужна помощь вне учёбы, добраться до больницы, это тоже осуществляемо. Побольше бы таких технических новинок, верно? Да, это очень здорово и радует, и гордость берёт то, что это в нашем регионе, наши студенты. Наши же дети тоже вырастут, они пойдут в эти же вузы. И очень здорово, что проводится именно тест-драйв непосредственно с теми, кто будет этим пользоваться. Ирина, у нас остаётся не так много до конца эфира, но мы просто не можем не затронуть тему благотворительности и пандемии, которая наверняка повлияла. Вообще, в допандемийное время жертвовали охотные средства или сейчас, в принципе, ничего не изменилось? Ну, вот по нашей организации я честно скажу, что мы особой разницы не заметили. Но я это связываю с двумя моментами. Во-первых, в пандемии, в этот кризис, все люди поняли, что надо именно сообщать, не какой-то вот этот раскол, да, и в себя опять же уходить, а в том числе и помогать. То есть мы живём, продолжаем жить, и всё должно, даже, наверное, больше сподвигло именно помогать и заниматься благотворительностью людей. Конечно, кризис чувствуется, но поскольку нам всё-таки помогают простые граждане, нежели крупные бизнесы какие-то, то это бизнес в кризисе, а люди хотят делиться. И второй момент я связываю с тем, что всё-таки мы продолжаем нашу организацию развиваться, нас узнают, и у нас появляются новые друзья, которые готовы помогать дальше. Расскажите, у вас есть какая-то уже традиционная предновогодняя акция благотворительная? Она в этом году тоже запланирована? Да, она сейчас находится в самом разгаре, называется она «Стань Дедом Морозом», когда мы собираем заявки с наших подопечных, и ребёнок, который верит в новогоднее чудо и ждёт волшебников, получает именно тот подарок, который он заказывал Дедушке Морозу, а его ассистенты, его помощники присылают ему либо по почте, либо приходят, выручают, иногда даже с театрализованными какими-то постановками, иногда просто совместно чаю попьют. И у нас в этом году очень много заявок, как и в прошлом, мы сейчас уже собрали дополнительный список, и у нас опять получается, похоже, та же ситуация, что в прошлом году, что дарителей, желающих помочь детям, подарить это новогоднее чудо, больше, чем детей, которые хотят получить подарки. Но вот в районе 200 детей у нас опять будет задействовано в этой акции, вернее, уже задействовано в этой акции. И это чудесно, это очень здорово. Это действительно замечательно, пусть так всегда и будет, чтобы благотворителей было больше, чем тех, кому требуется их поддержка. Да, это было бы вообще здорово. Я вас благодарю за нашу беседу, спасибо большое, что сегодня пришли к нам в студию. На этом наша программа подошла к концу, а завтра в прямом эфире мы поговорим о молодёжных добровольческих объединениях и их инициативах. А я же с вами прощаюсь, до новых встреч в эфире.